итак ребят снова всем привет с вами как всегда it's x gamer иначе сегодня я уже записываю второе видео практически подряд не спал всю ночь сейчас уже 7 утра ну в общем ничего главное я запишу сейчас видео еще одно тоже интересно в прошлом уроке я рассказал не уроки от примере но это был что-то типа примеры урока но я не знаю я назвал это примером в общем пускай это останется примером сегодня еще один пример хочу показать я показывал примеры на на объектах прошлом уроке сейчас я покажу пример на машине и на игроке все это в одном скрипте это получит такой достаточно интересный скрипт я думаю многим вам понравится даже не как пример может вы сами его все поставите и будете использовать каких-то случаях значит вот что я написал как обычно я пишу скрипт значит клею ноусорс но это все понятно думаю это чтоб клею это типа нет исходника это чтобы скрипт скомпилировался нормально без проблем ладно у нас будет цикл да у нас будет цикл поэтому раз у нас цикл мы должны поставить weight 0 поставили weight 0 теперь нужно поставить на то что проверку я буду ставить всего одну проверку у меня как бы скрипт будет с автоматической активации я поставлю только на проверку на то что сам запущен я ставлю эту проверку делаю gf то есть если сам не запущен прыгаю обратно вот сюда так когда я это сделал я иду дальше иду вниз и что я теперь здесь пишу здесь я пока ничего не пишу я создаю на вылабил но было был создает чтобы у нас был цикл конечный без быть 0 вот значит создаю новый лабелл и в нем пишу вот такое значит что я хочу во первых сделать давайте об этом поговорим чтобы вы понимали я хочу сделать сейчас сканер игроков сканер игроков для чего я это делаю для того чтобы вывести информацию об игроках значит я буду делать такой скрипт который будет рисовать на голове каждого игрока в зоне стрима квадратик и в этом квадратике вы короче будет голова игрока очень я это покажу сейчас пример и еще я покажу сделаю такую вещь что если игрок которым на котором сейчас вот эта голова нарисована если он сидит транспортном средстве то я буду показывать скорость этого транспортного средства думаю это будет очень интересно значит что я делаю для пить для начала есть такой код сейчас покажу рэндом рэндом актор near point этот обход не работает сам пи так что не не пробуйте его использовать этот обход не работает вот эти же обходы типа рандомная машина рандомный объект который я рассказывал прошлого урока эти обкоды работа с актером не работает но не волнуйтесь есть конечно обход вот значит один из самых легких вариантов обойти вот этот обход точнее сделать его как в сампе значит что мы делаем во первых там понадобится обкод который прибавляет переменную определенное значение я использую для этого код 0 а 8 е вот этот обкод он записывать переменную значение двух этих переменных сейчас объясню например в переменную 0 я хочу записать выражение которое переменную 0 добавляет 1 изначально как вы все знаете все перемены равняются нулю поэтому если 0 прибавить 1 будет уже 1 я потом когда ей появится 1 и когда к одному так как у мы прибавили к переменной 0 1 в ней уже будет 1 то есть в ней уже хранится 1 то в следующий раз если этот обкод выполнить то уже будет не 1 а 2 так как 1 плюс 1 будет 2 а потом уже будет 2 здесь записано перемены если 2 прибавить 1 будет 3 и это будет увеличиваться и теперь что я делаю дальше и вот я сделал такую штуку которая в цикле будет увеличиваться на 1 так как всего в сампе существует лимит в тысячи игроков я ставлю проверку на то что вот есть такой обкод он проверяет в переменной определенное значение если это значение такой если переменной 0 равняется тысяча один сейчас объясню почему тысяча один они тысячи том какой-то код выполняет если же переменная не равняется тысяче одному то скрипт проходит дальше точнее не проходит а прыгать на определенное значение точнее на лабелл смотрите еще раз объясню попроще этот обкод проверяет то что в переменной 0 записано число тысяча один если это так топ скрипт продолжает идти вниз если же это не так срабатывает обкод обкод jump if false который заставляет нас прыгнуть обратно на какой-то определенный лабелл в данном случае я буду прыгать на лабелл 1 значит для чего я делаю это чтобы цикл имел конец потому что если я прыгну от здесь на двойку то цикл получится бесконечный и поэтому таким образом у меня игра просто зависнет потому поэтому чтобы этого не происходило я прыгаю обратно на лабелл 1 потому что здесь стоит вейт 0 и таким образом я обхожу как бы бесконечный цикл я понимаю это сложно понять я думаю вы до конца не поняли что такое конечный бесконечный цикл но примерно понимаете, но не полностью. Но я думаю, в будущем вы поймёшь и такое. Если я поставлю сюда wait0, то скрипт будет работать медленно. Он будет в переменную 0 очень медленно прибавлять число 1 по 1. Поэтому, чтобы сделать всё очень быстро, то нам понадобится вот такой вот конечный цикл без wait0. Значит, когда я это сделал, я пишу скрипт дальше. Для чего я вообще прибавляю по 1? Для того, чтобы получить ID игрока. Через ID игрока мы можем получить Handle игрока. А если мы получим Handle игрока, то мы получим всё. То есть Handle это как бы самое главное. Через Handle можно получить всё. Как и жизнь игрока, его скорость, его броню и так далее. В общем, много чего можно сделать с этим. Значит, когда мы прибавили в переменную 0 определенное значение, например, переменная 0 будет уже равняться 50, то скрипт пройдёт дальше. Что мы должны сделать дальше? Дальше мы должны будем получить, точнее не получить, а сделать проверку на то, что игрок подключён. Как это сделать? Значит, это делается очень просто, ребят. Есть такой обкод. Обкод 0B23. Этот обкод проверяет на то, что игрок с определенным ID, который мы здесь укажем, подключён. Я буду писать переменную 0, потому что я как бы прибавлял в переменную 0 значение. Если этот игрок, который здесь прибавился, подключён, то скрипт пойдёт дальше. Если нет, то мы прыгаем обратно на лабел 2. Почему на лабел 2, а не на 1? Потому что вот это главный выход из бесконечного цикла. ещё раз повторю, это главный выход из конечного цикла. Другие выходы нам делать не надо. Это главный выход. Поэтому, если вы сделали один главный выход, то я думаю, дальше вам выход из конечного цикла делать не надо. Так, ладно, вы ничего не поняли, наверное, что я сказал, но ничего. Это не очень важно так-то. Но просто вот смотрите, как я делаю, постарайтесь думать, как вот я делаю. Здесь просто логика нужна, люди. Здесь как бы особых знаний клео не надо. Здесь самая важная логика. Если у вас будет логика, то у вас как бы и всё будет. Смотрите, что сделал Тавкот? Он проверил то, что игрок, в которой находится в переменной 0, в которой мы записали значение определённое, подключён. Если он подключён, то скрип продолжается. Если нет, то он прыгает обратно вот сюда и прибавляет следующего игрока. То есть проверяет, подключён ли следующий игрок. Если он не подключён, то опять прыгает сюда. И если так дойдёт значение до тысячи одного, то скрип прыгнет обратно вот сюда, тем самым сбросит цикл с помощью wait 0. Ладно. И когда он сбросит, он опять проверит, то что сам подключён, точнее сам работает, и опять начнёт сначала всё считать. Но сначала не начнёт, потому что я здесь пропустил кое-что. для того, чтобы скрип начал сначала всё считать, я должен переменную 0 сделать 0. То есть я должен переменную 0 записать число 0. Таким образом я могу записать переменную 0 число 0, потому что 0 плюс 0 будет 0. Вот. Для чего я это сделал? Ну, ребят, смотрите. Вы прибавляете переменную по одному. То есть если у вас будет 50 в переменную 0, то есть 0 плюс... То есть переменная 0... Давайте представим, что в нашей переменной сейчас, в переменной 0 сейчас находится число значением 50. Теперь смотрите, что мы делаем. Мы сделаем 0 равняется, то есть, так как я сказал раньше, в переменной 0 сейчас у нас находится число 50, 50 плюс 1 равняется 51. Теперь скрипт проверит, если игрок... Если переменная 0 равняется 1000... Я правильно сделал или нет? Нет, я неправильно сделал. Здесь надо поставить проверку на то, что я ошибся. Или я правильно сделал? Подождите. Башка уже не работает просто. Уже 7 часов утра и до сих пор не спал. Ну, ничего. Давайте посмотрим сейчас внимательно. Если переменная 0 не равняется 1001, то продолж... Да, вот так должно быть. Если переменная 0 не равняется 1001, то скрипт продолжается. Если же равняется 1001, то скрипт прыгает обратно сюда и тем самым сбрасывает переменную до 0. То есть, было 1001, становится снова 0. Таким образом, мы сможем снова проверять, какой игрок подключен и сделать с ним какие-то определенные действия. Так, давайте пройдем дальше. Я думаю, я вас полностью запутал, но... Вот просто посмотрите вот на код. Вот все очень просто, ребят. Вот это как бы проверка. Это, знаете, для чего? Прибавляют для того, чтобы получить ID игрока. Через ID игрока можно получить handle. Handle это как бы все. Если у вас есть handle, вы можете с игроком все что угодно делать. Получать какие-то данные определенные и так далее. Синхронизировать и так далее. В общем, много чего. Ладно, давайте, когда мы проверили, давайте представим, что игрок 50, допустим, допустим, переменная 0, сейчас число 50, допустим, игрок 50 подключен. Если он подключен, скрипт продолжается. Что мы делаем дальше? Дальше нам нужно поставить проверку на то, точнее, не проверку, а специальный обкод. Actor handle by samplayer.id. Вот. Это очень хороший обкод, очень много где используется. Этот обкод получает handle игрока через ID игрока. Смотрите, здесь мы должны указать samplayer.id. Здесь мы должны указать игрока, точнее, id игрока. Здесь мы указываем id. В нашем случае это будет id 0. Допустим, что игрок, точнее, с помощью этого обкода мы получаем, например, то, что игрок 50 получить его handle, точнее, получить handle игрока 50. 50. Значит, когда мы получили handle игрока 50, он будет записан в переменную 2. Но я не хочу переменную 2, я буду использовать переменную 1. Вы можете использовать любую переменную. до 31. Когда мы это сделали, мы делаем следующий обкод. Ставим новую проверку. Проверка будет такова. Actor Definite. Эта проверка служит для того, чтобы проверить, что игрок существует. Это обязательно. Если вы это не поставите, то игра, скорее всего, крашнется, потому что любые действия над игроком, которые не существуют, в итоге вас приведут к крашу игры. Поэтому мы ставим этот обкод, он проверит, существует ли игрок, жив ли он и вообще существует ли в зоне прорисовки. Если существует, то скрип продолжится. Если же нет, то мы прыгаем обратно на Label 2. Почему на 2? Потому что, я сказал уже ранее, это как бы основной выход из цикла. все эти, все эти, как бы, они без всяких зависаний будут работать. Когда мы проверили, то, что игрок с Handle 1 существует, мы можем сделать следующий код. Вот теперь мы можем делать что-что угодно. Давайте получим координаты нашего игрока теперь. Как это сделать? Я уже говорил об этом. Есть такой код storecord 0.4c4. Я об этом об коде, блядь, ну вот, я вот не скопировал. Заговорился немножко. Ничего. Вот, теперь я скопировал. Значит, давайте настроим этот об код. Это погрешность, которую я сейчас пишу. Погрешность я немножко увеличу. Это z, то есть z это высота. Если мы сделаем чуть больше, то высота будет выше. Изначально координаты берутся из положения хуя, короче. Вот где хуй, вот там и у вас короче получится это расположение. Значит, вот с помощью этого мы можем это отредактировать. Например, я буду делать 0.8. 0.8 это примерно голова. Примерное расположение головы. Если мы сделаем минус 0.8, то это где-то колени или чуть ниже. Но я буду использовать голову, потому что я сейчас покажу, что я хочу примерно сделать. Здесь мы указываем уже не нашего игрока, не player actor, а указываем игрока, которого мы искали. то есть в нашем случае это переменная 1, потому что в переменной 1 хранится handle игрока, который мы получили через player id. Пишем сюда handle игрока, в моем случае это переменная 1, и здесь мы пишем координаты, которые хотим получить. Я буду использовать переменные 2, 2, 3 и 4, потому что остальные переменные у меня заняты. Что мы делаем дальше? Дальше мы можем сконвертировать эти координаты, чтобы что-то в итоге сделать с этим игроком, точнее нарисовать что-то на экране. Вы помните в прошлом уроке, не уроке, а в примере я показывал, как конвертировать и для чего все это делать. Сейчас то же самое буду делать только с игроком. Думаю, это будет интересно, это будет что-то типа вухака, что-то типа того. Давайте сконвертируем 3D-координаты в координаты скрина, то есть я уже как говорил раньше, координаты 3D и координаты на экране это абсолютно разные координаты в моем случае координаты могут на экране это разрешение экрана это 1920 на 1080 точек это мое разрешение экрана вы можете посмотреть его прям в Windows вот у меня разрешение экрана 1920 на 1080 так давайте посмотрим дальше теперь давайте сконвертируем эти координаты чтобы в итоге мы могли работать с определенными функциями на экране значит давайте сконвертируем координаты 2,3,4 в координаты на экран на экранные координаты не знаю как их назвать но я буду говорить на экранные координаты наверное или что-то типа того ладно когда мы сконверсировали координаты они будут записаны у нас переменные 2 и 3 теперь мы можем что-то нарисовать на экране я буду рисовать полигон дроп нет рендер рендер полигон вот он этот попкод этот попкод рисует квадрат треугольник или же круг вот зависит от того сколько углов у этого полигона будет здесь мы пишем координаты которые мы только что сконвертировали здесь мы пишем размер размера буду использовать наверное где-то на 15 наверное может чуть больше давайте 18 делаем вы это поэкспериментируйте это уже как вам удобно будет здесь мы пишем количество углов количество углов для полигона я буду использовать примерно 15 это будет примерно типа круга круг с 15 углами rotation это это значит у нас сейчас скажу это у нас разворот разворота разворот надо указывать точнее не разворота угла обзором угла обзора да если вы поставите 90 то он будет как бы ровный ну вообще-то поэкспериментируйте это все можно экспериментировать ребят значит здесь я буду указывать ровная то есть 00 это как бы стандарт здесь надо указать число в плавающей точке то есть флот значение флот обязательно если вы поставить значение флот то у вас скорее всего полигон на экране просто не будет рисоваться здесь мы пишем цвет полигона давайте сделаем так чтобы цвет полигона был одинаковый с цветом игрока точнее цвет игрока в табе это делается с помощью очень такого хорошего обкода который получает цвет нашего игрока вот этот обкод получает как я уже сказал цвет нашего игрока и записывает данный полученный цвет переменную давайте будем хранить переменный 5 цвет нашего игрока здесь мы должны указать не handle игрока а айди игрока поэтому пишем 0 потому что переменный 0 у нас хранится сейчас айди того игрока который сейчас у нас находится в памяти так объясню потому что не знаю как вопрос сейчас объяснить так когда мы получили цвет нашего игрока мы можем указать полигону что цвет полигона должен быть одинаковый с цветом игрока когда мы это сделали мы принципе закончили скрипт делаем в конце джамп и прыгаем обратно на лабел 2 все теперь мы можем проверить скрипт я думаю все правильно написал если сейчас что-то не получится у нас ничего я исправлю давайте скомпилируем скрипт и зайдем на ну например как обычно на diamond роллплей там сейчас где-то 100 человек вот видите под 7 утра на даймонд роллплей играет 100 человек если кто-то кому-то это может быть интересно будет вот сейчас у меня принципе 7 утра вот но я живу не в россии не в украине у меня вот 7 утра я не знаю примерно по уму с россии у меня где-то два часа разница по давайте залогинимся и как мы видим все работает вот игроки и вот у них на голове такие вот шарики вот как видите скрипт прекрасно работает и вот мы там видим игроков вот там тут и едет вот на кто-то прыгает а нет это мы прыгаем ладно чего мы сейчас этот бак исправим этот бак в прошлом уроке где я объяснял примеры на клео я показал о таком баги который исправляется с помощью обкода который заставляет что-то делать на экране когда мы смотрим на этот объект если вы помните то этот обкод назывался object с опахи visible что такое я точно не помню но мы сейчас исправим этот баг но как видите вот сейчас пример принципе все работает вот видите как шарики двигаются это очень прикольно наблюдать со стороны вот там кто-то едет достаточно прикольно знаете наблюдать вот так за игроками естественно это запрещено это чит этот самый настоящий чит что-то типа волхака как я уже сказал раньше но и достаточно прикольно смотрится вот видите игрок вот видите не совсем на голове этот шарик находится но примерно ну и принципе если близко не подходить но так нормально там вот тут и есть здесь достаточно прикольно давайте сейчас исправим этот баг который нам сбивает принципе весь кайф от этого скрипта значит баунсинг с эпохи виза был к что назывался баунсинг да вот этот обкод здесь он есть как для машины как для объекта так и для игрока я буду его ставить для игрока поэтому я пишу вот сюда актор здесь мы указываем игрокам точнее не игрока а актера который вы получили точнее handle актера короче моем случае это переменной 1 и если игрок виден то скрип продолжается вот идет до отсюда вот и прыгает обратно сюда если же игрок не виден то прыгает обратно на двойку потому что нам так делать не нужно потому что это будет с багом вот таким образом мы исправляем баг почему я сделал в каждое условие по отдельности почему я не написал и f and сейчас объясню потому что эти обкоды нельзя вместе поставить потому что если мы поставить обкоды вместе у нас игра крашница игра красоты потому что мы не сможем проверить то что игрок виден если мы не уверены в том что игрок существует потому что это приведет к хорошо игры поэтому я сначала проверяю то что игрок существует а потом уже проверяю виден ли он или не виден вот это обязательно ребят если вы поставите много условий в одном в данном случае то игра крашница в общем люди это не клео это уже логика здесь просто нужна логика поэтому если у вас что-то не получается скорее всего не клео виновата логика вы просто должны внимательнее стать вот так вот ребят что еще вам показать в общем я сказал что я покажу как игрока так и машину я щас я вам не наврал я так и покажу но давайте сначала я покажу что я исправил баг сэн как я сказал уже раньше с экраном отображения вот этих голов как вы видели сейчас этот баг сейчас когда я смотрю в другую сторону у меня как бы шарики даже показываются даже если не смотрю на игрока это как бы баг и достаточно серьезный баг поэтому исправляется очень просто просто ставим проверку то что мы смотрим на игрока значит вводим право пароль так появляемся и вот теперь бага никакого нету все прекрасно работает вон ведь там синий шарик потому что синий это полицейский вот и на радаре вот видите вот сейчас он исчез и на радаре он тоже исчез очень ребята то очень интересный скрип получать вы можете поэкспериментировать достаточно очень долго щит появляется исчезает ладно ночью ребят вы принципе поиграйте с этим думаю вам будет это интересно достаточно забавная тема я вот принципе раньше вот не знал мне очень хотелось вот также для всех игроков в общем сделать скрипт сейчас как бы скрипт работает для всех игроков то есть как бы мы видим всех игроков сразу есть люди которые не знаю как это сделать но в общем ребят я вот я вам показываю никто не хочет вам об этом говорить я не знаю почему люди очень вредные в наше время ну вот я стараюсь вам показывать ладно давайте теперь сделаем так чтобы игрок если который над которым будут тут шарик если он вводит машину то будем показывать скорость этой машины сейчас я это продемонстрирую это достаточно просто и так ребят вот короче первая часть кода без машины вот это вот полностью рабочий часть кода вот давайте теперь сделаем так чтобы показывать скорость машины скорость пошли будут делать через форматирование с помощью выделенной памяти для стринга и буду выводить текст с помощью render up кода принципе вы это все знаете уже достаточно сложно звучит на самом деле это очень просто я про это все рассказывал и вы про это все знаете но я все-таки покажу теперь что сделать так что как что как нам сделать так чтобы мы могли проверить то что игрок находится машине мы можем продолжить скрипт мы здесь ставим проверку в самом конце почему в самом конце потому что если мы поставим проверку что чтобы игрок здесь вводит машину да если мы здесь поставим проверку до до начала вот этого скрипта то у нас не будет работать вот этот код, потому что этот код будет работать только тогда, когда игрок в машине. Это неправильно. Я хочу сделать так, чтобы этот код работал даже тогда, когда игрок и на ногах стоит. Поэтому я ставлю проверку на то, что игрок вводит машину после этого кода. Значит, ставим проверку на то, что игрок вводит машину. Driving Actor. В моем случае здесь Player Actor написано, но я Player Actor меняю на единицу, потому что в переменной 1 у меня хранится игрок, который мы получали вот здесь. То есть, handle этого игрока. То есть, если игрок с переменной 1 вводит машину, то скрипт продолжается. Если нет, то мы прыгаем обратно на лобел номер 2. Вот сюда. Когда мы туда прыгнем, у нас скрипт начнет считать все игроков заново. Но если игрок все-таки вводит машину, то мы сделаем следующее действие. В моем случае я буду... Значит... Давайте, знаете, что сделаем? Здесь создадим шрифт. 10. Давайте, для примера. Здесь будем создавать шрифт и выделять память. Давайте сначала выделим память. Allocate Memory. Выделим 256 байт памяти. В переменную, например, 25. И создадим шрифт. Фонд. Вот этот код, который создает шрифт. Так, создаем шрифт. Не имеет значения. Вы можете сначала шрифт создать, потом выделить память. Или же сначала выделить память, потом создать шрифт. Это никакой разницы не имеет. Это опять же логика, ребят. Давайте переменную 26 будем хранить наш шрифт. Создадим, как обычно, шрифт Arial. В принципе, он нас не подводил еще. Размер шрифта мы будем делать где-то 10, наверное. Я думаю, нам хватит. Флаги. Я уже тысячу раз объяснял, что такое флаги, ребят. Я думаю, не стоит сейчас об этом показывать, рассказывать. В общем, короче говоря, это жирный цвет. Жирный шрифт, точнее. И с тенью. В уроке про рендер обкоды я об этом рассказывал. Поэтому, если вам интересно подробности об этом обкоде, то вы можете посмотреть в том уроке. Ладно, давайте продолжим. Значит, создали шрифт, выделили память. Теперь мы можем работать как с шрифтом, как и со строкой. Так, что мы делаем? Давайте, во-первых, теперь все двойки мы поменяем на десятки. Потому что я поменял немного структуру скрипта, сказать. Он немножко по-другому стал работать. Вот, в принципе, все готово. Теперь мы можем продолжать скриптить. Подожди, я все правильно сделал? Нет, я все неправильно сделал. Ну, блин, ну вот почему я так ступил? Потому что я сплю. Ну, что-то типа того. Давайте, значит, здесь. Вот только вот здесь надо поменять на десяточку. Остальное все остается прежним. Значит, давайте, что мы сейчас сделаем. Ну, в принципе, все. В принципе, делать дальше нечего. Давайте сделаем так, чтобы игрок, который сидит в машине, что-то писалась его скорость. Если игрок вводит машину, то мы делаем следующие действия. Во-первых, мы получаем машину, в которой он сидит. Потому что мы не знаем, какой хендл у этой машины. Чтобы получить хендл машины, которую игрок вводит, мы должны сделать следующий апкод. Актер кар. Есть такой апкод, очень хороший апкод. Он получает машину, в которой сидит игрок, определенный игрок. И записывает эту машину в переменную. Я буду записывать переменную 27. Хендл машины, которая вводит игрок с переменной 1. То есть, получаем хендл машины, в которой сидит в настоящее время игрок, который записан в переменную 1. Значит, когда мы получили эту машину, хендл, мы можем получить из нее другие разные интересные вещи. Допустим, мы можем получить цвет этой машины, мы можем получить скорость этой машины, мы можем получить... В общем, что угодно мы можем получить, все, что возможно в GTA. Давайте просто будем получать скорость. CarSpeed, кажется, там этот апкод назывался. Да, вот с помощью этого апкода, 02Е3, мы можем получить скорость машины. И записать это полученное значение в переменную. Я буду записывать это полученное значение в переменную 28. А вот здесь надо указать хендл машины, который мы получили раньше. В моем случае это переменная 27. Получили скорость машины, теперь что мы должны сделать? Теперь давайте выведем на экран. На экран, да. Как вывести на экран? Значит, есть такой апкод, как я уже вы знаете, наверное, DrawFont. Вот. Этот апкод... Ой. Этот апкод рисует... Точнее, пишет на экране определенное слово, которое вы укажете в определенных координатах с определенным цветом. Давайте сделаем так. Вот здесь мы должны указать, какой шрифт использовать. В моем случае это шрифт 26. Он находится в переменной 26. Вот он. Мы здесь его создавали. Вот. Дальше мы должны указать, какой текст мы хотим использовать. Сейчас я про это расскажу. Я про это забыл, кстати. Прежде чем использовать этот апкод, мы должны сделать форматирование. Форматирование сделать... Если вы не знаете, что такое форматирование, прошу, посмотрите мой урок про форматирование. Там я все про это объяснял. Давайте напишем скорость TS, то есть TS это транспортное средство. Поставим, например, две иточки. И здесь поставим такое значение. Значит, процент и буква I. Нет, буква F. Сейчас объясню, почему F. Потому что скорость получается... Вот с помощью этого обхода скорость получается в формате не integer, то есть не целое число, а в формате float. Формат float. Вот. То есть значение с плавающей точкой. То есть скорость может быть 0.0 или там, например, больше. Или наоборот 50, там 0.9 и так далее. Вот. Скорость TS, и поэтому float. Для float надо указывать float. И в конце мы ставим переменную 28. В конце мы поставили переменную 28, потому что вот это значение будет меняться на скорость. Теперь, значит, здесь мы указываем переменную, в которой указывали память. Почему мы это делаем? Мы сделаем это для того, что, как вы уже знаете, в строках надо выделять память. Если вы это не знаете, то вы не смотрели мои прошлые уроки. Я про это все рассказывал. Этот урок, кстати, назывался, по-моему, изучаем Клео строки. По-моему, он так назывался. Я сейчас точно не вспомню, но посмотрите мои видео, я думаю, вы найдете. Когда мы все это сделали, в принципе, нам делать, в принципе, все, что остальное, очень просто. Здесь, в принципе, ничего больше не надо. Указали шрифт, указали, какой текст выводить, и теперь надо указать координаты, в которых мы будем что-то писать. В принципе, мы можем указать и те координаты, которые получали раньше, переменные 2, 3, 4, или же мы можем сделать немножко по-другому. Мы можем получить, опять же, только уже в данном случае мы будем получить координаты машины, а не игрока, потому что игрок сидит в машине. Ну, мы можем и игрока получить, но я буду получать координаты машины. Так как-то правильнее будет выглядеть. Давайте получим координаты машины. Мы сейчас будем опять конвертировать все. Но я хочу вам просто пример показать, ребят. Я думаю, это интересно будет наблюдать. И это достаточно вам поможет в дальнейшем скрипт. Видите, какой скрипт у нас уже получился большой. Раньше мы писали маленькие коды какие-то, такие фигнюшки, а сейчас мы уже вот что пишем. Значит, давайте получим координаты нашей машины, не нашей машины, а машины, в которой сидит игрок с переменной 1, и запишем данные координаты переменной 29, 30 и 31. Записали x, y, z позиции, то есть 3D координаты этой машины, и теперь мы должны указать, из какой машины получить эти координаты. Так как мы получили handle машины в переменную 27, мы здесь тоже указываем переменную 27. Вот, получили координаты, и здесь мы теперь указываем, опять же, offset. То есть, offset, это типа, как я сказал раньше, это погрешность. Погрешность я буду оставлять стандартной, и, в общем, у нас сейчас чистые координаты нашего транспортного средства. Когда мы получили координаты, мы опять конвертируем эти координаты, чтобы в итоге рисовать что-то на этих координатах. Вот, теперь, значит, переводим 3D координаты в onscreen координат, ну, 20 и 30 у меня будет, 29 и 30. И теперь в этих координатах 29 и 30 мы можем что-то написать. Указываем здесь, и давайте сделаем белым шрифтом, белым цветом точнее. Вот, ребят, ну и, в принципе, всё, ребят. Давай, сейчас будем проверять, получилось ли нам вот такой интересный скрипт. Он сейчас будет, в принципе, над головами игроков рисовать вот такой квадратик, точнее, или круг, как вам проще. И, если этот игрок находится транспортным средством, над ним будет и рисоваться, и круг над головой, и показывать скорость машины в качестве текста. Так, игра у нас намертво зависла, в принципе, понимаю, почему, но мы сейчас это исправим. Давайте посмотрим, в чём ошибка. Ошибка была в том, потому что у нас... Это, кстати, хорошее, что у нас так получилось, это очень хорошо. Сейчас вы поймёте, почему я использую цикл без вот такого вейта. Вот сейчас игра зависла, потому что мы здесь не написали вейт 0. То есть у нас как бы получился бесконечный цикл без вейт 0. А, как вы знаете, бесконечный цикл без вейт 0 приводит к крашу игры. И вот у нас игра сейчас крашнулась. Ничего страшного, просто исправляется поставка вейт 0 вот сюда. Не сюда, ребят. Если вы поставите вейт 0 сюда, игра будет работать медленно. А если поставить вот сюда, то будет работать идеально. Посмотрим, что у нас сейчас получилось после поставления вейт 0 в код. Сейчас, по идее, у нас должно всё работать. Если у нас всё работает, то, в принципе, на этом можем и завершить наш сегодняшний пример. Вот, видите, игра уже не зависла. И сейчас посмотрим, что у нас получилось. Игра загружается. Вот, просит ввести нас пароль. Я ввожу пароль. вот я появился и принципе можно можно наблюдать картину вот лезет человек и показывается его скорость видите вот очень интересно наблюдать над этим мы видим вот он там едет уже 30 40 40 и все уехал короче если игрок находится вне зоны стрима тому уже не можем наблюдать его скорость вы видите как интересно мы видим что тот что там вот автобусник едет на скорость 31 вот этот едет 12 10 вот интересно очень он там автобусник он сейчас едет 15 километров час вот 10 вот опять 15 очень интересно наблюдать ребята думаю вам тоже достаточно это прикольно смотреть над этом как это выглядит вот ну принципе ребят здесь больше нечего рассказывать думаю спасибо что вы на меня смотрели наверное стоит еще объяснить как сделать так чтобы нулей вот этих было поменьше это делать очень просто ребят это меняется надо просто форматирование вот здесь вместо процента f надо поставить точку и поставить единичку вот смотрите смотрите как сейчас получится по-моему по-моему вот так все плюс плюс по крайней мере было так я считаю си плюс плюс стал уже по-моему лучше чем клево знать я вот недавно стала изучать и плюс плюс достаточно просто я вам скажу это вам кажется что он такой сложный я вот изучил немножко и мне показал что достаточно просто и простой язык ничего сложного в нем особого нету давайте запишем опять наш пароль и посмотрим у нас получилось и да вот ребят видите как теперь смотрят какую скорость теперь показывает скорость теперь имеет всего одну единицу в конце вот в принципе так красивее смотрится ну очень ребята и все вот вот так вот интересно можно придумывать скрипты если вам интересно вот эти мои примеры и так далее то смотрите еще мои видео я буду выпускать естественно канала не забрасываю ставьте лайки если нравится подписывайтесь если еще больше нравится в общем все как всегда ребят думаю на этом все вот куда бежит к нам ну не к нам к сожалению ну да ладно давайте выйдем из игры и вот этот код ребят он будет в описании я оставлю естественно ссылку вы сможете изучить поподробнее уже самим или же вы просто можете его скомпилировать и использовать его в качестве скрипта по умолчанию вот и все ребят вот такой интересный код не сложный если не знать клево может конечно сложно но если вы что-то уже понимаете после моих изучений то я думаю вам это будет не сложно вот ну что то и все ребят спасибо что смотрели меня оставайтесь короче на связи как сказать и удачи вам